здравствуйте коллеги с вами исаков роман компания муромаркетс и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня поговорим о продлении переговоров торговых переговорах сша и китая росте нефти росте фоновых индексов ну и также этих сделок который открывал и планирую открывать также сегодня и на следующей неделе и так всем добрый день напоминаю что если вам нравится это видео то не забудьте поставить лайк и оставлять ваши вопросы в комментариях к этому видео также напомню что вы можете следить за статистикой моей торговли подключившись к счету с паролем инвестора ссылка есть в описании к этому видео ну и также можете подписаться на профиль trading view ну и добавится в онлайн чат где мы уже в живую с другими трейдерами обсуждаем текущую ситуацию и вы также там можете задавать вопросы ну а мы начнем с последних данных по поводу переговоров сша и китая которые могут пройти сегодня сегодня по телефону ну соответственно в пятницу могут состояться выбиться пример китая ли он был приглашен поговорить с торговым представителем сша робертом лайк тензером и министром финансовым стивеном нучином в пятницу утром по пекинскому времени обе стороны договорились расширить сотрудничество в области экономики и здравоохранения и предприняли шаги по созданию благоприятных условий для реализации торгового соглашения подписанного еще в январе обе стороны также договорились поддерживать тесные связи для прида и предоставить дополнительные соответственно подробности по дальнейшим действиям первых важно отметить то что призыв данный прозвучал после того как президент трамп пригрозил расторгнуть торговую сделку с китаем а если китай не сможет купить обещанные товары и услуги у сша китай конечно согласился приобрести дополнительный 200 миллиард на товар на дополнительные 200 миллиардов долларов но товары и услуги в течение двух лет в относительно 2017 года но многие аналитики считают что из-за пандемии коронавируса пекину будет достаточно трост трудно справиться с этой целью но тем не менее определенные подвижки уже в этом есть мы вновь будем наблюдать о том как будет развиваться данная ситуация но собственно на китай пока первый начинает восстанавливаться от последствий коронавируса следующая нефть появляется на позитив относительно роста черного золота многие страны снимают локдаун именно постепенно спрос на нефть он восстанавливается но и безусловно также играет роль сворачивания добычи нефти во многих странах который ступил силу с первого мая поэтому уже практически всю неделю мы видим рост по нефти и собственно пока здесь позитив данный он и сохраняется а также важно отметить то что продолжается рост фондовых индексов фондовый индекс S&P 500 растет но безусловно здесь важно отметить тот факт что преимущественно технологичные компании да технологичный сектор тянет например тот же самый индекс S&P 500 вверх ну а за ним соответственно подтягиваются и все остальные потому что многие на компании из старых экономик они все еще на остаются на минимальное значение ну точнее не так сильно ушли от дна как например apple google microsoft amazon то есть многие компании этих уже показывает локальный максимум и так как их доля является основной в индексе S&P 500 собственно мы так видим и такую динамику по данному инструменту но важно также и следить за теми компаниями которые сейчас находятся чуть дальше и начинают постепенно подтягиваться но опять же общий фон и здесь мы видим восходящие а с точки зрения экономических событий сегодня будет опубликованы данные по количеству вновь созданных рабочих мест вне сельского хозяйства сейчас я предлагаю посмотреть данный показатель и немножко о нем поговорить соответственно здесь важно отметить то что сейчас на текущий момент уже многие вещи которые повлияли на рынок и тот собственно негатив который может быть он в большинстве своем уже заложен в цене и даже если данные выйдут очень плохими то скорее всего ну как мы обсуждали вот с владом на нашем подкасте который выходил во вторник то уже большинство негатива но заложено в цене и вряд ли даже если данные выйдут сильно негативными будет большое количество сокращения рабочих мест точнее новых мест будет создаваться меньше или мы уйдем в отрицательную зону с этим значением то скорее всего так и должно быть потому что но безусловно мы с вами понимаем то что ни одно последствия особенно такого плана не походит без каких-то сюрпризов но пока прогноз значит значение ожидается 139 плюс до плюс 139 тысяч предыдущие напомню что было минус 700 скорее всего мы можем и в этот но сегодня увидеть тоже отрицательное значение потому что количество обращений на заявок по безработице а также растет она уже немножко отходит от от пиковых значений но тем не менее сейчас вот мы видим например от предыдущий показатель который выходил еще в среду от и dp до данный показатель то мы видим минус 20 миллионов до насколько сейчас понимаю по данному значению колоссальная колоссальная цифра и мне безусловно определенная но спекулянта могут сыграть да на этом негативном на мой взгляд здесь общая общий посыл в том что уже большинство вещей они заложены в цене и мы здесь можем видеть как раз планомерное а продолжение восстановления то есть денег было влито много хедж фондов у инвесторов много кэша которые могут все еще продолжать покупать акции поэтому здесь возможно мы уже увидим ну точнее не увидим того негатива который сегодня может последовать ну а теперь давайте пройдемся по основным инструментом и по основным активами также расскажу о сделках которые сейчас выглядят довольно таки интересно ну во первых по евро доллару здесь мы торгуемся довольно таки близко к уровню 107 70 при отбитии от данного уровня я считаю что можно искать уже покупки собственно сейчас данная ситуация на и прыг произошла сегодня поэтому здесь я для себя уже часть часть объема купил сегодня мы смогли закрепиться выше максимума которые были сформированы в четверг собственно был сын на то что можно покупать минимальный интерес откуда можно было покупать это при ретесте как раз данного уровня но здесь я вошел чуть ниже открывал сделку по рынку и поставил еще один отложенный ордер buy limit на тот случай если будет еще одно движение вниз но так или иначе стоп лосс у меня стоит за минимум четверга поэтому сейчас здесь я сделку на покупку открыл и цели по данному движению у меня это движение обновление максимальное значение которое мы видели 1 мая собственно движение в области 1 10 ну собственно там у меня стоит take profit ну в целом по данной сделке то здесь я перехожу как раз в зону покупателей по евро и в зону продавцов по американскому доллару я уже перешел собственно сейчас по этим делкам тоже расскажу а по британской валюте пока здесь нет сигнала нам на возобновление покупок опять же мы здесь торгуем торгуемся в области поддержки на 1 22 69 довольно таки тоже неплохая зона которая сформирована последний месяц и от которой тоже интересно было бы купить но пока с точки зрения возобновления роста здесь не произошло сигнал то есть пока мы не закрепились выше максимума четверга что есть что вполне вероятно произойдет сегодня то после этого уже можно будет искать покупки опять же с целями роста с целями продолжения как раз трендового движения которые сейчас сохраняются это нас на укрепление британской валюты с целью до 1 26 30 здесь на мой взгляд можно будет торговать а по паре американский доллар канадский доллар здесь у нас продолжается нисходящее движение вчера мы смогли закрепиться ниже минимумов которые были сформированы 6 числа соответственно здесь можно искать продажи но на мой взгляд тут пока цена довольно таки не очень комфортно торгуется поэтому в целом идея по канадцу здесь продажи вновь начались по данному инструменту но заходить тут пока не не очень интересно и на мой взгляд сейчас есть другие интересные интересные инструменты по которым это сделать более логично а по паре американский доллар японская и она здесь у нас пока сохраняется также движение нисходящее которое началось еще на прошлой неделе на пост обновлении минимальные значения которые мы видели как раз 5 мая ну точнее уже на этой неделе это движение началось и меня она также продолжается поэтому здесь я ожидаю обновление локальных минимумов и продолжение нисходящее движение новых сделок я также здесь не открывал и продолжаю здесь наблюдать по за данным активом а по паре австралийский доллар, американский доллар. Здесь у нас сохраняется движение восходящее. Сегодня мы обновили локальный максимум и продолжаем двигаться вверх. Сделка, которая у меня была открыта по австралийцу, я продолжаю здесь ее держать. Вчера мы подходили достаточно близко к уровню моего стоп-лосса, который находится за минимум 4 мая, но до него мы по данному инструменту не дошли, поэтому сделка у меня здесь осталась активной и сейчас я стоп-лосс уже, по крайней мере, в безубыток перенесу на тот случай, если будет какой-то резкий движение, связанное как раз с новостями, которые могут выйти сегодня по нонфармам. Но в целом, продолжая сделку держать, цели пока остаются прежние. Это движение в область 66.60, там у меня стоит и профит, и вот, пожалуй, по этой цене сделки я выйду и буду искать уже новые возможности, купить на коррекции. С новозеландцем история точно такая же, разница, что по новозеландцу, к сожалению, позицию здесь я держать уже не держу, вот здесь как раз мой стоп-лосс, который стоял за минимум 4 мая, он сработал на открытии рынка вчера утром, сделка сработала, но дальше мы видели уже рост, но в данном случае очень хорошо то, что у меня были открыты сделки по двум этим инструментам, то есть бывает иногда отличие в их движении, то есть очень часто не ходят очень одинаково, показывают примерно одни и те же уровни, но в данном случае это отличие было и сделка по австралийцу у меня осталась действовать, поэтому здесь я ожидаю то, что помимо того, что австралийц мне перенесет прибыль как самостоятельная сделка так же и компенсирует тот убыток, то есть тот стоп-лосс, который у меня был по новозеландцу, поэтому здесь если вы ставили стоп-лосс, например, чуть ниже и сделка у вас осталась действовать, то ее иметь смысл продолжать держать, ну а новые покупки здесь я буду открывать уже после коррекции. А золото вчера обновило локальный максимум за последние несколько торговых сессий, уходили выше уровня 1715 долларов за тройскую унцию, поэтому можем говорить, что с точки зрения часового таймфрейма мы вновь в фазе роста по данному активу, поэтому теперь следующая цель это уже выйти, уйти выше максимальное значение, которое мы видели во второй половине апреля, выше отметки 1740 долларов за тройскую унцию. По фондовым индексам также мы видим восстановление, индекс DAX движется по восходящей, сегодня мы торгуемся выше максимум четверга, но собственно здесь мы можем говорить о начале восходящего движения, еще говорим с 5 мая, но по DAX, прошу прощения, здесь в сделку я не входил, продолжаю за ним наблюдать. До моего отложенного ордера, который был довольно-таки близко к уровню стоп-лодства, цена не дошла, но собственно открыл сделку я по S&P 500. S&P обновляет локальный максимум, также у нас пока мы получаем все подтверждения и сохранения восходящей формации, поэтому сделка, которая у меня была открыта по S&P, я ее продолжаю держать. Открывал, я напомню, что я на уровне 2849, сегодня обновили локальный максимум и в принципе цели по данному движению у меня находятся где-то в области 3015-3020, то есть вот в данный диапазон у меня поставлен take profit и в принципе туда движение я сейчас и ожидаю. Уже обновили локальный максимум, поэтому стоп-лодс я также могу перевести уже по ходу движения, но пока поставлю его вот за минимум, который был сформирован как раз вчера и продолжу наблюдать за данной позицией. По нефтемарке Brent мы видим также продолжение восходящего движения, то есть мы растем с середины апреля, фактически без коррекции, но безусловно пока мы растем наверное на позитиве, потому что фактически той ситуации, которая бы начала увеличивать спрос, она еще не произошла, поэтому сейчас мы видим такой технический рост на ожиданиях, скажем так можно назвать его спекулятивным. По нефтемарке Brent, по CFD контракту, здесь пока мы также видим восходящее движение, немножко мы зависли в области 26.37, соответственно если цена уходит ниже данного уровня, то может начаться еще одна волна нисходящего движения, ну а при обновлении локальных максимумов мы получим дополнительное как раз подтверждение продолжения роста. По нефтемарке VTI, соответственно здесь, ну мы разбираем здесь быстро часовой таймфрейм, это тоже CFD контракт, здесь мы видим также продолжение восходящего движения, здесь область поддержки я смотрю на 8.94, соответственно если выходим ниже данного ценового значения, то также может начаться вновь нисходящее движение по данному активу. Ну и я для себя вчера также попробовал, ну фактически была моя первая сделка по фьючерсу, как раз фьючерс на WTI и открывал сделку вчера вечером, да, вчера вечером открыл сделку в области 23.30, собственно сделка открыта на покупку с целями роста на 26.63. То есть здесь я напомню, что например фьючерс на WTI, он не имеет свапов и если сделка там 2-3 дня или внутри дня, то в принципе этот инструмент более интересен, поэтому здесь я добавляю также в свой портфель, ну в свой портфель инструментов данный актив и буду пробовать вот такие короткие спекулятивные сделки открывать. Сейчас стоп-лосс у меня стоял при открытии как раз за минимум 6 мая, сейчас я перенес его уже в безубык, потому что считаю, что все-таки рынок пока еще волатилен и здесь не имеет смысла рисковать, оставляя стоп-лосс там за локальный минимум, потому что риск вот здесь довольно-таки большой и так как это сделки внутри дня, то их будет чуть больше количества, соответственно здесь я перестраховываюсь и убираю стоп-лосс за точку входа для того, чтобы как раз минимизировать риски в том случае, если будет еще одно нисходящее движение. Ну а также да, буду здесь наблюдать, поэтому пока с точки зрения вот таких краткосрочных спекуляций я буду искать покупки, то есть как раз на коррекциях, пока у нас сохраняется движение восходящее с точки зрения часового таймфрейма. Если цена у нас уходит ниже отметки 22.54, то начинается новый импульс нисходящий, вот после его завершения я буду вновь искать новые сделки на покупку. Напишите, пожалуйста, интересно ли для вас было бы разбор данных краткосрочных сделок, напишите пожалуйста об этом в чате, ну и не забудьте поставить лайк, если в принципе данный формат тоже для вас было бы интересен. Ну а на сегодня это все, напомню, что Nonfarm выйдут в 15.30 по Москве, Таллину, Киеву, Риге, поэтому следите за данными новостями, будьте аккуратны, не забывайте ставить стоп-лоссы. Ну а у меня это все, будем прощаться с вами до понедельника, всем желаю хороших выходных и увидимся на следующей неделе. Всем спасибо за внимание и до свидания.